Сложно сопротивляться человеку, который искренне хочет тебе помочь. Вот именно об этом я сегодня и хочу поговорить. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. Сегодня, дорогие и уважаемые мои подписчики, мы будем разбирать очень-очень важную тему, которая описана в 31 главе и звучит она следующим образом. Какие преимущества вы можете извлечь из готовности людей отплатить вам за помощь? И вы знаете, здесь авторы затрагивают на самом деле очень-очень важную мысль, которая летает в принципе везде и всегда, но является очень-очень-очень опасной. Мысль заключается в том, что нужно людям помогать. А опасность заключается в том, что некоторые люди, которые постоянно просят о помощи, не всегда бывают искренними и честными. Так как есть такие люди, которые умеют пользоваться добротой других людей. Они постоянно просят их, чтобы они помогли им здесь, помогли там. И ученые, проведя определенного рода исследования, пришли к выводу, что люди, которые постоянно на работе всем помогают, хуже всего выполняют свою работу. Для работодателя тогда казался бы вопрос, нужен ли такой помощник, который всем другим помогает, а сам ничего толком не выполняет. Я хочу сказать из личного опыта следующее, что если мы даем возможность людям подходить и просить у нас постоянно помощь, то они начинают это воспринимать уже, знаете, как задолженно. И отсюда есть еще одно интересное правило, точнее реалии жизни. И заключаются они в следующем. Если мы 9 раз подряд помогли человеку по его просьбе, а 10 раз отказали, то мы для этого человека будем уже плохие. Как так? Раньше помогало, теперь нет. Но если мы 9 раз подряд отказываем человеку в помощи, то и отказав 10 раз, наши взаимоотношения с этим человеком не меняются. Вот тебе и пожалуйста. От себя лично я хочу сказать следующее, что как бы это ни было больно, как бы это ни было печально, но нам, людям, необходимо научиться отказывать в оказании помощи другим людям, когда нам это идет в ущерб. Сразу скажу, я имею в виду об отказывании в помощи не в каких-то экстренных ситуациях. Понятно, если на улице человеку стало плохо, то естественно мы должны помочь. Но если мы сидим и выполняем задания своего руководителя, на котором есть дедлайн, и нам важно сосредоточиться на этой работе, то конечно мы должны отказывать своему коллеге, потому что сами в будущем попадем в яму. Авторы тоже ссылаются на определенного рода эксперименты, опросы, где они опрашивали людей, которые помогают. Чем они оправдывают свою помощь? И дабы ничего не придумывать, я лучше зачитаю три этих пункта. Первое. Я был рад помочь, потому что знаю, насколько неоценима бывает современная, точнее своевременная помощь. Ведь и мне когда-нибудь может что-то понадобиться. То есть люди действительно от чистого сердца помогают, что вот если оно нужно. Второе. Не вижу ничего в этом плохого, потому что коллеги всегда помогают друг другу. И третье. Как я могу не помочь? Я знаю, что в подобной ситуации вы бы сделали то же самое для меня. То есть мы люди отталкиваемся вот от трех вот этих основных якобы наших убеждений, идем помогать людям. И авторы говорят, конечно, помощь она в обязательном порядке нужна, но когда мы помогаем другому человеку, мы должны придерживаться следующих двух пунктов. Первый. Всегда первыми приходите на помощь, оказывайте услуги, предлагайте информацию. При условии, что вы будете использовать второе правило, обязательно подчеркивая, что оказание помощи в рамках двухстороннего соглашения естественно и справедливо. То есть когда мы человеку, допустим, в чем-то помогаем, мы должны дать ему понять, что скорее всего мы тоже сможем обратиться к нему за помощью. И здесь мы с вами возвращаемся в книгу Роберта Чалгине «Психология влияния», где есть там инструмент, который он описывает, под названием «Взаимный обмен», на который мы точно также должны смотреть с осторожностью. Если нам другой человек что-то помог, то мы должны отдавать себе отчет, что он скорее всего придет и попросит помощи у нас. Давайте сделаем вывод. Точнее, как обычно, я говорю свой вывод, вы делаете свой вывод. Я вывод для себя делаю следующий. Людям, конечно, помогать нужно, но не в ущерб самому себе. А чтобы помощь была не в ущерб самому себе, нам необходимо научиться говорить «нет», когда нас просят. А на сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров. Спасибо вам, дорогие мои подписчики, что вы меня смотрите, за ваши лайки, за ваши комментарии, которые я с огромным удовольствием читаю. Если это видео было для вас полезным, ставьте вот такой смайлик и подписывайтесь на наш телеграм-канал. А самое главное, берегите себя. С Богом!